Братья и сестры, приветствую вас. И прошу сразу прощения, что задержались немножко. Ну так, так получилось. Отпустили, братья. И поэтому, коль обещали мы, что побудем у вас, предоставилась эта возможность, и я благодарю Бога. Мне, правда, никакой темы не заказывали, на какую тему провести беседу или слово. Но то, что у меня есть на сердце, о чем я переживаю, я хочу об этом вместе с вами поделиться и вместе помолиться Господу. Вместо священного писания я хочу прочитать из Деяния апостолов, глава 19. Я прочту первые шесть стихов. Во время пребывания полоса в Коринфе Павел прошед в верхние страны, прибыл в Ефес. И нашед там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы и святого Духа у веровших? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанна, во крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестили свое имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками и пророчествовать. Ну, тема, на которую я сегодня хочу говорить, это вопрос апостола Павла. Приняли ли вы святого Духа у веровших? Когда мне было где-то лет, наверное, может, 18-20, как-то я слышал, один из братьев говорил, что наступит время, когда церкви будут без Духа Святого. И крещение принимать будет, и Духа Святого не будут иметь. Ну, как-то нам это было очень сложно понять, как это вообще возможно или нет. Но, смотря на сегодняшнюю ситуацию, мы иногда задаемся вопросом, вообще эти люди имеют Духа Святого или не имеют Духа Святого? Они верующие. Вот апостол Павел пришел в Ефесскую церковь, увидал людей верующих. Говорит, приняли ли вы святого Духа у веровших? Они говорят, а мы даже не слыхали, есть ли или пришел ли Дух Святой. Братья и сестры, а сегодня возможно, чтобы был человек верующий и не имел Духа Святого? Или это невозможно? Ну, вы с вами подтверждаете, что это возможно. И, наверное, у нас у некоторых поднимается вопрос, или о некоторых людях, а где-то иногда и о многих людях, а эти люди имеют Духа Святого или не имеют Духа Святого? Но я прежде всего хотел бы спросить, а могу ли я определить само мое состояние, а я имею Духа Святого или не имею Духа Святого? Возможно это определить или невозможно? Или, может быть, нам вообще не стоит об этом задумываться? Верующий человек, да и все. И что мне еще нужно? Живи спокойно, да и верь, совершай какой-то труд, служение. Зачем тебе переживать? Имеешь ты Духа Святого или не имеешь Духа Святого? Не так давно мы с братом были у одного человека. Он неверующий человек. И он говорит, тут у меня столько работы, столько работы, знаешь, и вот, и это поле мое, и это поле, и тут я не успел сделать, и тут я не успел сделать. Ну, это ничего. Наверное, уже скоро помру и на покой. А ему брат говорит, да это еще неизвестно, на покой ты пойдешь или на мучение. А он, ты о чем это ты говоришь? Ты что? А, о грехах. Да мы все грешники. Все мы грешные люди. И так потихонечку разговаривался, а потом это вы знаете, а вообще-то в Господа Бога я верю. Как положено в церковь хожу. Но я ему говорю, а смысл от такой веры, когда ты не имеешь никакой уверенности в спасении, упрощении грехов? Что тебе это дает, такая вера? Ну, как вам сказать, что она дает? Ну, все так, и я так. Ну, это люди неверующие. Выпивший человек немножко. А вот я хочу сказать, что такая же позиция иногда и у людей, ну, и в наших рядах может быть. Да все так, и я так. Что тут особенно переживать? О чем, о какие мы... Ну, куда все? Я же в церкви нахожусь и так далее. Но первое, на что бы я хотел обратить внимание, вообще со стороны заметно, когда человек получил Духа Святого или не заметно? Как вам говорится, сестры, заметно или нет? Ну, я думаю, заметно, братья и сестры. Заметно, очень заметно. Ну, вот, например, некоторые такие воспоминания. Илья и Елисей. Идут они и спрашивают Илья у Елисей. Ну, прости, что дать тебе? Он говорит, Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Никаких свидетелей не было между ними. Что он просил? Никто этого не слышал. Ну, вот, возвращается Елисей назад. Я не читаю экономное время, вы это знаете сами. Те люди, которые провожали его туда вместе с Ильей, сыны пророков, увидели, что идет назад Елисей. И сразу, без сомнения, говорят, Дух Ильи опочил на Елисея. Как они узнали? Они узнали по некоторым поступкам. Ну, мы же знаем, как они узнали, братья и сестры. Он сделал то же самое, что сделал Илья. То же самое. Он перешел таким же путем назад, и Ордан, каким туда проходили вместе с Ильей. И они говорят, Дух Ильи опочил на Елисея. Первая книга, 10 глава, там описывается о Сауле. О Сауле, которого Бог избрал. На Царство. И Ему Самуил говорил, и найдет на тебя Дух Господен, и ты сделаешься иным человеком. Другим человеком. Вы знаете, вот о чем мое переживание сегодня. Я думаю, переживание многих людей. Ты обратился к Богу, ты покаялся, ты принял укрещение, но стал ли ты другим человеком, или ты остался тем, кем и был? Если человек получает Духа Святого, он обязательно становится другим человеком. Или не обязательно, братья и сестры? Обязательно. В нем есть перемены в его жизни, в его характере, в его поведении. И тогда он говорит ему, вот тогда делай все, что может рука твоя, ибо с тобой Господь. И нам приятно читать его перемены в жизни. Он себя считает маленьким. И когда его избирают на служение, на это царство, некоторые его не почитают, и, знаете, и находятся советчики, давай, потом, после некоторых моментов, когда произошел успех, победа, давай накажем этих людей. Как это они тебя не восприняли? Он говорит, не будем наказывать. Господь совершил великую победу. Кто там что говорил? Не обращал на Писо внимания до этого. На них. Кто что говорил? А когда отступил от него Дух Святой? Произошла перемена какая-то или нет? На все обращал внимание. Кто что сказал? Кто как посмотрел? Везде появились у него враги. Со всеми он не находил никакого контакта. Настолько он стал обидчивым, настолько он стал раздражителен. Все стало не по его. То есть Дух Святой, он ставит серьезнейшую перемену в жизни Человека. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих написано, что Дух Святой крестил нас в одно тело. Все мы крещены Духом Святым в одно тело. Но мы скажем, да, мы так и получили все. У нас все так и получилось. Но там дальше еще есть одно предложение. Вы помните какое? И все напоены одним Духом. Братья и сестры, не разным Духом напоены. Это у нас могут быть разные таланты, разные дары Духа Святого, а Дух один. А в чем выражается вообще проявление Духа? В чем оно проявление? Когда Иисус Христос идет через самаринские селения, и его не приняли самаряне, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Тогда подходят ученики, и Петр говорит, Господи, разреши нам, мы сейчас, как Илья скажем, огонь с неба сойдет, и попалим их. За то, что они тебя не приняли. Христос говорит, не знаете, какого вы Духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, но спасать. Знаете, отсюда я понял, что вообще-то проявление Духа, оно в наших желаниях проявляется. Вот у Христа было желание спасать. Вот это Дух Христов. При всем этом мы можем получить разные дарования, но все будет одно. К созиданию тела Христова, к спасению близких и родных, к любви, к единству. Это Дух Господень. Это так вот видно со стороны. Со стороны можно посмотреть на человека. Но мне нужно сегодня не только что со стороны обо мне думают. Ведь могут и ошибаться со стороны. Кто-то может посмотреть, у него состояние не такое, он может ошибиться. Мне нужно знать, а мое состояние какое. Я сам могу определить, имею я Духа Святого или нет. Но я так говорю, братья и сестры, по той причине, что немало сегодня людей, которые разобраться в себе не могут. Например, один человек говорит, ну тебе хорошо, ты читаешь Библию, тебе хочется. Ты молишься, но и у тебя к этому расположение есть, или тебе нравится, или ты уверен, что тебя Дух, Господь слышит. А я себя заставляю. А я заставляю себя. Разница существует или не существует? Существует разница. А спрашиваю, а ты уверен, что ты спасен или не спасен? Он мне говорит, ну вообще-то мне учили, когда я принимал крещение, каялся, чтобы я верил, что я спасенный. Меня так этому учили. Но свидетельства я не имею такого. Это состояние хорошее или плохое, братья и сестры? Вы бы хотели иметь такое состояние? Но ведь сегодня таковые и есть люди. И которым очень трудно. И поэтому нам нужно сегодня подумать о том, а действительно принял я Духа Святого или не принял Духа Святого? Если я не принял Духа Святого, и нахожусь в церкви, и кажется, ну можно успокоиться, можно и родителям успокоиться. Мои дети уже в церкви приняли крещение. Ну, наверное, уже все и хорошо. Но мы-то ближе знаем своих близких, родных. И, наверное, надо попереживать о многих. Ах, Слово Божие так говорит, кто Духа Христого не имеет, тот и не его. Другими словами, если ты не имеешь Духа Святого, ты не спасенный. Хоть ты и крещение принял, хоть ты и член церкви, чем-то ты занимаешься, но если ты не имеешь Духа Святого, Духа Христого, то ты не его. Ты не спасенный человек. Вот очень важно, почему нам сегодня нужно знать, имею я Духа Святого или нет. Как же узнать, братья и сестры, имею я Духа Святого или не имею? Не другого узнать. Надо со стороны так виднее. По делам я раз-раз определил и все. А себе-то мы всегда немножко завышенного понимания, да? И нам кажется, у меня-то все хорошо. И если у меня даже что-то не так, то это по какой-то другой причине. А в принципе, у меня-то все нормально. Я хочу прочитать из послания апостола Павла к римлянам. Восьмая глава. Буду читать с восьмого стиха. «Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос у вас, то тело мертвое для греха. Дух жив для праведности». Вот первое отличие у людей, которые имеют Духа Святого. «Если только Дух Христов живет в вас, то тогда вы живете не по плоти, а по духу». Это самое первое отличие. Мы читаем в этой же главе пятым стихом. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном помышляют». Но мы-то знаем, о чем мы размышляем. Нет, я сегодня не касаюсь мысли, не касаюсь той темы, что иногда человеку мысли приходят, и он не знает, как от них избавиться. Мы чуть-чуть попозже об этом поговорим. А вот когда человеку нравится, встает он и размышляет. О чем мы, когда просыпаемся, о чем мы размышляем, братья и сестры? Но в некоторых людях написано, заботы века сего и другие пожелания, они заглушают Слово Божие. Как много сегодня мы встаем с заботами века этого, братья и сестры? Это помышления плотские или помышления духовные? Ну, кто-то бы сказал, ну ладно, ладно эти помышления. Но ведь многие не этим страдают сегодня. Не просто как заработать, как устроить там быт свой. Многие сегодня страдают другими мыслями. Как Слово Божие, все, что мы в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот куда сегодня многие в вопросах целомудрия, у многих сегодня большое поражение. И они не просто попадают иногда в искушения какие-то. Они этим живут. Это их образ жизни, это их образ мысли. Вот это переживаем об этом мы. Смотрите, как вот написано в Галатам 5 глава 17 стиха. Там описываются два образа жизни и два образа мысли. Как люди живут сегодня и о чем они думают и о чем они помышляют. Какой образ жизни. И начинается с 19 стиха так. Дела плоти известны, они суть, пролюбодеяние, блуд, нечистота, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предваряю, то есть предупреждал вас, как и прежде предупреждаю, что поступающее так Царство Божие не наследует. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Вот два образа, два образа. Как вот здесь вот поступать? Что у нас сегодня, братья и сестры? Каково наше отношение вот к тому, что сказано? Вот я обратил внимание, первое, что дела о плоти, и они начинаются сразу с греха против заповедей целомудрия. Вот с этого начинается, а потом все остальное. Ссоры, зависть, ненависть, пьянство и тому подобное. Волшебство. Я вот тут хотел бы сегодня обратить внимание вот на такой момент. Если это образ моих мышлений постоянных, забот всех вот в моей жизни, и только иногда проблески у меня, может, на богослужении, это трудно, сосредоточиться, вот высушить слово Господе, побыть в общении с Богом. Вы знаете, я думаю, что у меня состояние печальное. Мне надо обязательно поправлять ситуацию. Как поправлять? Мы будем об этом немножко говорить, но поправлять ситуацию надо. А в принципе, я хочу обратить внимание вот на что. Здесь же Священное Писание нам говорит, как нужно поправить ситуацию. Ну, сразу, чтобы нам, друзья, понять, о чем идет речь, скажите, вот если мысли появились, ну, пусть даже о богатстве, суетные, или мысли против заповедей целомудрые, вот иногда подходят люди и говорят, вот что мне делать, вот просто люди иногда изнывают себя, да, я не могу избавиться от этих мыслей. Вот меня посещают такие мысли, наверное, я не спасенный, или, наверное, я не имею Духа Божия. Я сразу задаю вопрос, следующий вариант, вот посетили тебя эти мысли, эти желания, что ты дальше делаешь? Борюсь, борюсь с этим. Но я бы не хотел вас завести в тупик, я должен сказать, братья и сестры, спроси сначала, скажите, это у рожденного свыше, у человека, имеющего Духа Божия, появляются эти мысли и желания, или не имеющего Духа Божия? А? У имеющего, это у рожденного свыше. Это, можно сказать, даже ситуация, ну, кажется нам, ну, ненормальная, я хочу сказать, это нормальная ситуация. В живущие по плоти, или живущие в плоти своей, они могут испытывать эти натиски своей плоти. Они могут испытывать. И Слово Божие, когда тебе эти натиски поступают, когда проходят эти проявления вот этой плоти, выход, оказывается, есть. Не отчаиваться, братья и сестры, а как написано? Поступайте по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти. Ну, как это на практике, братья и сестры? Ну, меня оскорбили. У меня внутри загорелось желание сделать такое. Но по плоти – это нормальное явление, да? Постой за себя, войди в спор, или сделай так же, как ты поступил, как с тобой поступили. Это нормальное. Живущий по плоти это считает нормально. А что, он со мной так поступил? И когда он так поступает, это жизнь по плоти. А когда вот такая мысль пришла, восстать против, и он, здесь, возможно, написано, поступайте по духу. А как по духу поступать? А по духу Христос нам дает пример такой. Не мстите за себя, возлюбленные. Христос за себя не мстил. Злословие злословящих он, назвать, не злословил, предавался судье правила. Это жизнь по духу. То есть, какие бы там желания не появлялись, братья и сестры, факт, как я поступаю. Ну вот человек, который мне делал, может быть, неприятности, или много делал зла, с ним получилась беда какая-нибудь. Как мне поступать? Ну, например, написано, голоден враг твой. Накорми его. Ну вот теперь у меня сосед, или у некоторых есть родственники, с которыми они враждуют. У них появилась нужда. Ну, естественно, они к нам не обратятся. Мы же враги их тогда, да? Как моя ситуация? У меня два варианта есть. Сказать можно сказать, слава Богу, Бог тебя наказал. И радуюсь. Хорошо, что у тебя так. Это действие по плоти. Так, братья и сестры? Это действие плоской, жизнь по плоти. Другая ситуация. Помоги ему, сделай доброе дело. Даже тогда, когда он тебя не просит. Помоги ему. Это жизнь. Это жизнь по духу. Это утверждение Царства Божия на этой земле. Или в своей жизни. Ну, вот когда человек поступил по духу, какой результат? Тогда появляется плод. Радость, мир. Вот что появляется сразу у человека. Мир, радость, любовь, его сердце наполняет. А когда он поступил по плоти, что его наполняет, братья и сестры? Нету мира, нету радости, пустота, недовольство. Вот это жизнь плотская. Иногда люди забыли, забывают о том, знаете, когда в последний раз он радовался чему-то, жизни какой-то, был доволен своей жизнью, доволен общением с Богом. И нередко по той причине, что нет этой жизни духовной. Римлянам 8 глава, с 14 стиха, говорит еще об одном состоянии, когда человек, но имеет Духа Божий. Чтобы вы могли знать, друзья, что это такое, когда он имеет Духа Святого. 16 стих написано так, давайте тогда прочитаю, это недолго будет. Римлянам 8 глава, с 14 стиха читаю. «Ибо все, вадимые Духом Божиим, суть Сыны Божией, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым называем Ава-Очи. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». Человек верующий, принявший Духа Святого, имеет свидетельство внутри себя, что он Дитя Божие. И имеет водительство. Я, по-моему, рассказывал у вас за одного человека, который у нас все никак не мог достигнуть рождения свыше, как он говорил, что у меня не получается. Но потом однажды уже он так решил принимать крещение. Ну, так жизнь его соответствует всем нормам христианским. На наш взгляд. И вот перед самым крещением посещаю я его на дому и читаю ему это место, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Читаю ему первое послание Иоанна, где написано, что верующий в Сына имеет свидетельство о себе самом. Он меня перебивает, говорит, Александр, ничего не имею. Ни того, ни другого не имею. Вы знаете, я послушал про всем то, что он, ну, казалось бы, все нормально, я говорю, знаешь, крещение принимать тебе нельзя. Ну, какой смысл тебе обманывать самого себя? Надо где-то разобраться, по какой причине ты не имеешь уверенности в спасении, что ты Дитя Божие. Почему я сегодня это говорю? Это нормальное явление, братья и сестры, когда верующий человек имеет в себе свидетельство. Или это что-то сверхъестественное, это не для всех. Имеющий Духа Божий обязательно имеет это свидетельство. Я спасенный, я Дитя Божие. Обязательно. Следующее, на что обращать внимание здесь, написано, что он имеет водительство, водительство Духа Святого. Ну, некоторые примеры водительства Духа Святого. Вот Симеон. Написано, муж праведный, богобоязненный, имеющий Духа Божия. А потом написано, что по вдохновению он пришел в Храм Божий. Вне очереди, да? По вдохновению. Это и есть водительство Духа Святого. Ну, например, еще я бы обратил внимание Деяния апостола, первая глава. Там написано так, и сойдет на вас Дух Господен. И следующий момент, что будет? И вы будете свидетельствовать. Вы будете свидетельствовать. Или Дух Святой. Вы будете свидетельствовать. Это водительство Духа Святого. Или, например, на Иисуса Христа, когда Он крестился, написано, сошел на Него Дух Святой. И потом дальше что? И повел Его Дух Святой для искушения в пустыню. Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание или спросить нас, а как у нас? Бывает это или нет? Бывает ли у нас такое, что нас Господь имеет водительство, ведет нас к чему-то? Бывает ли, когда мы идем на собрание, даже на собрание, мы идем с желанием, с влечением, мы переживаем, что я пропустил среду или пятницу, переживаю я об этом, или воскресенье прошло, или я думаю, ох, опять идти в собрание. Надо же придумали три раза в неделю собрание. Вот в других церквах мы знаем, что совершают только воскресенье и пятница, и то воскресенье один раз. А у нас два раза воскресенье, пятницу, и там еще среда, кто-то еще там что-нибудь придумает. Ну, совсем уже жить не дают. Но так иногда люди рассуждают в этом направлении. Вот я вам хочу сказать, вот человек, который имеет водительство Духа Святого, у него он не будет так переживать, братья и сестры. У него будет всегда влечение к народу Господнему. Всегда влечение к общению с Господом. У него будет переживание, если он смотрит, прошло какое-то время, и он не засвидетельствовал день, два, три, и он никому ничего не говорит о Христе. У него будет внутреннее побуждение. Тебе надо сказать о Христе. Дух Святой будет тебе побуждать к этому. Вы помните, как однажды, по-моему, Исаия сказал Иеремия больше говорить не буду. А потом, а внутри у меня огонь загорелся. Я говорил. Я говорил. Вот, братья и сестры, это нормальное состояние, когда у меня есть желание человеку сказать о Христе. Да, у нас могут быть комплексы, могут быть переживания, как начать, как сказать, а поймет меня или нет. Но вот это внутреннее побуждение, желание спасать людей, это говорит о том, что Дух Святой на тебе, Дух Святой с тобой. Я бы хотел немножко обратить внимание на такой момент, почему иногда люди не имеют свидетельства внутри себя, что они дети Божии, что они спасенные. Ведь раньше имел это свидетельство, а теперь не имеет. почему это? Напомню, некоторые моменты, которые употребляет апостол Павел, пишет к Тимофею. Первое послание Тимофея, первая глава, девятнадцатый стих. Это причина, когда люди теряют, ну, уверенность, теряют веру. Что это за причина? Первое Тимофея, один, один, девятнадцать. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвернувшие, потерпели кораблекрушение в вере». И дальше написано там имена их. «Имели добрую совесть и веру, а потом верой не стало, потерпели кораблекрушение у вери». По какой причине? Потеряли или отвергли добрую совесть. Я сегодня особенно, вот, я хотел бы обратить внимание на состояние вот более молодого поколения, молодежи. Ну, вот, иногда вот, более старое поколение, братьев и сестер, они иногда возмущаются даже, говорят, ну, у нас не так. Ну, молодежь в наше время, ну, потеряла страх Божий, потеряла стыд, потеряла правильные рамки поведения, отношения вот в молодежи, но не только среди неверующих, и среди верующих, так. Проблема у нас сегодня умножилась. Я думаю, почему, где и как? Где люди теряют добрую совесть? Ну, титул, вторая глава, 11-12 стих написано так, «Явилась благодать Божия, научающая нас отвергнуть нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в этом мире». Вот, где Дух Святой действует, вот, где благодать Божия действует, друзья. Она научает нас, целомудренно, праведно, свято жить в этом мире. Она научает нас отвергать нечестие и всякие мирские похоти. Ну, а на чем сегодня у нас происходят эти проблемы? и где люди теряют добрую совесть. Я говорю из практики, которой нам приходится переживать и очень часто, и многие люди не знают, как вылезти из этого момента. Первое, что я бы сказал об осквернении, происходит через глаза. Люди хотят похоть плоти, похоть очей, хотят очень много видеть, особенно молодежь, подростки. Это проблема телефонов, телевизоров, журналов, компьютеров и тому подобное. Кажется, посмотрят, ну и что тут особенное? Ну сейчас все вроде бы обнажено, все можно осмотреть, братья и сестры. Одно дело, когда человек где-то с чем-то случайно встретился. Я обычно называю так, первый взгляд не греховен взгляд, взгляд второй греховен. Вы знаете, у каждого человека есть такое, ну, защитное устройство в человеке. Когда что-то он увидел нехорошее, первое, что у него сразу происходит, это срабатывает реакция, отвернулся или закрыл глаза. Хотите вы этого, не хотите, это обязательно происходит, тем более у Дитя Божьего. Обязательно происходит продостережение, сразу раз, закрыл глаза. Следующий шаг какой? Что следующее делают люди? Некоторые убегают, а некоторые начинают озираться, налево, направо. Вы не знаете, зачем братья и сестры? А? Посмотрите, чтобы никто ли меня не знает? Никто ли не знает меня? Нет ли знакомых, кто потом мне ни разу бы не сказал? Никого нет. Правда, вверх не смотрят. Смотрят только налево, направо. И когда глянули, что никого нету, вот второй взгляд, это тот взгляд, который заходит в подсознание, который больше покоя не дает. Отвержение совести. Почему? Почему даже братья говорят, ну если кто-то и ставит, кому-то по учебе нужно и все, компьютер поставьте в центральной комнате, лицом ко всем. Вы не заметили, почему все ученики стараются поставить компьютер закрыться так, чтобы он сидел ко всем, а компьютер был к нему? Обычно они всегда разворачивают на обратную сторону, чтобы никто не видел. Ну кто-то зашел, хоп, нажал на кнопочку, и все, у него другая картина, все постоит. Братья и сестры, вот этот момент, когда вот больше всего проблемы у человека – это тайные грехи. Вот там происходит осквернение у человека. И когда он оскверняется, он теряет веру. Вы знаете, и я не могу сказать, что в этот момент человек уже потерял Духа Святого. Но когда человек начинает жить по плоти, а он начинает его тянуть, он пренебрегает Духом Святым. Если человек упал в искушение и согрешил, Дух Святой его влечет к покаянию. Вот я теперь хотел бы вернуться к той мысли, о чем я говорю, что иногда сатана искушает человека. Как действует сатана в жизни человека? Он тоже побуждает человека к согрешению. Он его тянет к греху. Когда человек согрешил, он его обличает. Ты грешник. Все, ты согрешил. Но казалось, что Дух Святой тоже обличает человека. Ты согрешил. Но вся эта причина, что Дух Святой человека обличает и показывает выход ему из этой ситуации. Покаяние, оставление греха, исповедание, признание. Он показывает выход. А сатана? А сатана тупик. Все. Ты теперь грешный. Тебе теперь не будет прощено. Все узнают, над тобой будут смеяться. Ты теперь подняться не сможешь. Тебе дорога закрыта впереди. Вот так обличает сатана. И вот я хочу обратить внимание, чтобы мы могли знать, братья и сестры, как выходить из этой ситуации. Если ты согрешил, Господь тебя зовет к покаянию, к исправлению ситуации, к оставлению греха, это действие Духа Святого. Действие сатаны, который тоже обличает тебя. Ты грешник, и тебе нет выхода. И некоторые люди, вот даже бывают, так вот слушают проповеди, и постоянно они готовы каяться, 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 и не верят, что им Бог прощает. И, знаете, она ослепляет их разум. И они все время готовы, все время каяться. Или некоторые так вот, ну, какой смысл каяться? Все равно мы уже грешники. Братья и сестры, вот Господь зовет к покаянию. Человек кается, и он мир в сердце посылает. Если он искренний. Написано, Бог с искренним поступает искренне, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Следующее, на что я обратил бы внимание, в чем сегодня поражены люди, и почему им трудно сообразить, имеют они Духа Святого или нет, это отношения, дружбы завязываются. Переписки тоже самое, близости, ну, различные осквернения друг с другом. Сегодня поражены многие, не только поражены молодежь, и поражены молодежены в этом вопросе. Время, о котором написано в последнее время, что это будет время тяжелое, люди будут отступать от веры. И вы знаете, что самое сложное, что люди смотрят сюда, я не один, да сейчас все такие, и кого не ткнись, все такие. Не так давно, ну, у нас была одна ситуация, одна дружка у нас там, ну, разнарядилась, подкрасилась, там еще что-то, ну, и к ней претензии. Естественно, членское собрание, почему ты так себя ведешь? Ну, она так, ну, так получилось. Ну, ну, так получилось, ну, какие претензии? Ну, давай-ка, наверное, выйдем, порассуждаем о тебе. И вы знаете, на что обратили внимание? Некоторые говорят, да сейчас таких много. Сейчас таких, да-да-да-да, полцеркви решать, а полцеркви вопрос. Сейчас таких много. Так что теперь делать будем? Ну, в следующий раз. И так вот, знаете, мы говорим, со следующего раза, со следующего раза. Я бы хотел, чтобы мы запомнили эту мысль, что мы очень часто оправдываемся, я не один такой. Или я не одна такая. И этим мы утешаемся. Почему так утешаемся? Ну, так выгодная позиция. Если он верующий, так поступает, и я верующий, так поступает, значит, это нормально. Так иногда люди думают. Еще где люди теряют веры? Вторая мысль. Это 6 глава, стих 10. Это уже послание, первое послание Тимофея. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». предавшись сребролюбие, предавшись сребролюбию, они уклонились от веры. А значит, не имеют свидетельства о себе самом. Ну, у нас такая сегодня тенденция в нашем мире. Ну, живи. Время доброе, хорошее, зарабатывай и стройся. Ну, я не знаю, как у вас братьев всегда так посещают, вот, по средам или по пятницам. Но я хочу сказать, многие мужья, многие братья сегодня заняты совсем другим. Я работаю. Вот у чего они будут на собрании? Я работаю. И вы знаете, создается такое впечатление, на собрание ходят одни лентяи, безработные. А все нормальные люди верующие, все работают. И работают допоздна, допоздна работают. Слово Божие говорит, здесь есть другой корень. Серебролюбие. Хочется жить на этой земле не хуже других. Оно, кажется, и естественно. Но, братья и сестры, мы должны понимать, где Господь сказал о том, что, когда ты вот трудишься, служишь для Господа, не открою ли я сокровища для тебя? Не благоставлю ли я тебя? То есть, благоставление не только в наших руках, Бог дает благословение, братья и сестры. Мы должны это понимать и должны поощрять. Поощрять. Нас иногда задают вопросы, а почему вот сегодня такое состояние, состояние у братьев, вот они тянутся часто к стройкам, к машинам хорошим, к домам хорошим, такой вовлитной жизни, и задают, кто в этом виноват. Братья и сестры, вы знаете, я набрался смелости сказать, что часто это виновны жены. А? Жены виновны в этом. Жены в этом виновны. Погромче. Сестры виновны в этом. А знаете, как я определю, братья и сестры? Это очень просто определяется. Вот видишь, какая у него машина. Видишь, какой у него дом. Видишь, как у него хорошо получает, какая зарплата. Вот они иногда своим мужьям, любимым, рассказывают такое дело. Братья и сестры, я практически не слышал, когда бы жена сказала, видишь, как тот проповедует. Видишь, как тот поехал на служение. Как тот трудится. Жены об этом молчат. Они это не говорят мужям. Они к этому не поощряют. Сказать ему, видишь, как он тут правил. Он должен сидеть и учиться проповедовать. Он должен заниматься Словом Божьим. Тогда некогда будет заниматься дома или некогда будет работать. Если куда-то поехать к служителям, часто люди об этом не переживают. Они чаще видят, чаще видят, видишь, на какой машине приехал. Видишь, как он одет. И видишь, как у той, как у той. А вот поэтому у нас и бывает такое обнищание. Кажется нам, ну что тут, сестры? Сестры мало что делают. Вот этого одного высказывания, как много значит. Я думаю, если бы жена постоянно говорила, как мне нравится, когда брат проповедовал. Как мне хотелось, чтобы ты проповедовал. Братья и сестры, проповедовал бы муж. Сто процентов проповедовал бы. Если бы она сказала, как мне хотелось бы, чтобы ты был служителем и молилась бы об этом. Не о том, чтобы Бог машину нам послал, дом хороший, а если бы молился, Господи, хочу, чтобы мой муж был служителем, трудился бы, братья и сестры, был бы служителем. Но когда он видит у жены другое, он же старается угодить ей. Вот одна из проблем. И Слово Божие говорит, корень всех взял сребролюбие. Ну и еще одна мысль, на которую обращаю внимание, где веру теряют люди, это 6 глава, 20 стих. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекрословия лжеименного знания, которому продавались некоторые, уклонились от веры». Пустословие, споры, ложное знание. Вот в этом сегодня тоже проблема. Люди, кажется, ну наговорился, а бывает общение, приходим, чай пьем, еще что-то. Время позволяет такое. Чем мы там занимаемся? Вот раньше бывало, я так помню, собираемся мы, на день рождения, мы попоем, пожелания скажем друг другу, помолимся друг о друге. Это было нормальное явление. А сегодня собираемся на день рождения, поедим хорошо, поговорим, фотографии посмотрим, кого-то обсудим, скажем, как хорошо у кого-то или как плохо, ну и помолимся. Песен почти нету. Вот это вот, знаете, молитв друг за друга, вот таких пожеланий, уже это все исчезает из нас. А вот пустословие, общаться, на наш пообщаться, у нас этого хватает. Братья и сестры, а все потихонечку скудеет, скудеет вера у нас. Дал бы нам Бог милость, чтобы мы могли сегодня вот просмотреть свое состояние. Ну и еще одна мысль, как узнать, что имею я Духа Святого или нет. Слово Божие говорит, что Дух Святой говорит. Говорит церковь. Я вот хочу спросить, братья и сестры, нам говорит Дух Святой что-нибудь или нет? Но если Он живет во мне, Он обязательно будет говорить. Ну вот, например, возьмем даже по откровению. Самое начало, начинаем, вторую главу Ефесской церкви. Он говорит, я имею против тебя. Говорит или не говорит? Говорит. Он тут же говорит, я знаю твои дела. Тоже говорит. И вы знаете, как в основе везде говорит и говорит. Где-то Дух Святой обличает человека, указывает ему на грех, указывает ему на выход. Где-то поощряет, Дух Святой говорит. Братья и сестры, а бывает же момент, когда ничего не говорит. Вот читаю Библию, ничего не говорит. Я хочу опять обратить внимание на этот момент, что некоторые люди говорят, ну тебе-то надо читать Библию, ты проповедуешь. А мне зачем? Мне зачем? Я и так все знаю. На собраниях я слышу. Зачем мне зря время терять буду? Я бы хотел сказать, братья и сестры, самое первое назначение, зачем мы должны читать Слово Божие, это не для того, чтобы проповеди приготовиться и проповедовать, а написано для того, чтобы исполнять его. Вот основание Слова Божия. Вы помните, первая глава Иисуса Навина 1,8. Да не отходится я книга закона твоего от уст твоих, поучайся в ней в день и ночь, дабы в точности проповедовать Евангелие, да? Чтобы исполнять, братья и сестры, чтобы исполнять. Вот я хочу, те люди, которые не знаете, зачем читать его, я ничего не получаю. А ты же не ставишь цель, чтобы прочитать и что-то исполнить? Вот поставь, помолись, Господи, вот я сейчас буду читать Слово Твое. Вот ты помоги мне, чтобы я прочитал его, и ты мне скажи, что я должен сделать сегодня? Братья и сестры, по-другому будет открыта Библия мне, обязательно по-другому. Но когда я не знаю, зачем ее читать, у меня, конечно, проблемы. Я прочитал, и не знаю, зачем ее читать, и желания никакого нет читать. Еще сказано, что Дух Святой научит нас на допросах, в свидетельстве, скажет, что нам говорить. Вы обращали на это внимание, когда выходишь в свидетельстве, на библиотеке, или все, сам удивляешься. Заговорил с человеком о Боге, он тебе задает такие вопросы, с которым ты никогда не встречался, а у тебя ответ готов. У тебя Бог сообщает тебе ответ. Вы знаете, братья и сестры, и после такого свидетельства такая радость на сердце. И радость не тому, что как я хорошо сказал, Господь со мной. Как бы хорошо, чтобы мы вот в этих вопросах могли понимать, а если этого нету? Я опять возвращаюсь внимание, внимание обращаю, а если этого нету? Если в твоей жизни сегодня совсем другой, Дух Святой тебя не утешает в скорбях, Он тебе ничего не говорит, Он тебя никуда не влечет, но никакого действия не производит. Я бы хотел сказать, у тебя кризис. Состояние духовное твое кризисное. Ну, можно так сказать, ты духовно заснул, задремал. Ну, ты же можешь и не проснуться. Или можешь просто умереть. Я бы хотел закончить свою короткую беседу, ну, одним примером библейским. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 10 стих, по-моему, читать, по 13 стих. Там сказано о том, что 10 дев вышли встречать жениха. Я не читаю, думаю, что вы все хорошо знаете. Но потихоньку задремали все и уснули. Братья и сестры, не все спали или не все спали? Они все спали. Вот я почему иногда и говорю вот эту ситуацию. Да, сейчас все такие, мы навсегда все такие. Братья и сестры, у них состояние было одинаковое или не одинаковое? А состояние было не одинаковое. У некоторых не хватало масла. И вдруг одна из них обнаружила, масла у меня нет. Она посмотрела, и у той масла нет, и у той масла нет, спокойно спит. А та на них посмотрела, спят спух, я не одна, все нормально. Вы знаете, вот я рассуждаю об этом состоянии, мне так кажется, что они знали, что у них кризисное состояние, но они утешали, что они не одни такие, что таких много сейчас. Вообще, когда читаешь эту главу, думаешь, а что такое масла не хватило? вы как понимаете, братья и сестры, что-то не хватило? Ну, как я не просматриваю, ну, по-другому нельзя, что-то не хватает Духа Святого, не было Духа Святого. Вот у кого-то был, а у кого-то не было. И они находились вроде бы и вместе, а, кажется, одремали и те, и другие. То есть, не все видно со стороны, вот со стороны видно было все дребют, а вот внутреннее состояние не у всех было понятно, видно. Но каждый свое состояние видел и знал, какое у него состояние. когда они пробудились, они тогда стали переживать. Услышали крик, жених идет, поправить свою ситуацию. Они поправили свою ситуацию или нет, братья и сестры? Написано, они пошли покупать. Покупать пошли. Как вам кажется, они купили или не купили, братья и сестры? А? Ну, я так же, ну, поприще, я думаю так вот, если бы они купили, если бы они купили, значит, они бы вошли. Значит, они не купили. Они походили, походили и пришли. Но почему я сегодня эту мысль хочу коснуться? Братья и сестры, если мы понимаем, что у нас сегодня вот такой вопрос, а я имею Духа Святого или нет? Я не хочу сказать, творишь ты чудеса или нет? Великие дела ты делаешь или не делаешь? Самое малое, он тебе говорит что-нибудь, обличает. Ты поправляешь, ты понимаешь, ты спишь или бодрствуешь? Если ты сегодня думаешь так, да, мое состояние нехорошее, мое состояние плохое, но я же не один такой. Для тебя это каким-то оправданием является или нет? Я думаю, никакого оправдания не будет. У некоторых еще так, понимание такое, да, надо поправлять свою ситуацию. И вопрос стоит, когда? Только не сейчас. Еще посплю немножко. Еще немножко посплю. Мне проходилось разговаривать с людьми, которые были на севере, попадали в трудную ситуацию, когда сильно замерзали. Вы знаете, первое, что им хотелось сильно спать. И они начинают убеждать, убеждать, я чуть-чуть посплю, три минутки, и все. Братья и сестры, это все, это гибель. Если ему дадут заснуть хотя бы одну секунду, он больше не встанет. Это состояние уже все, это уже смертельное состояние. Вот я смотрю, у некоторых сегодня подобная ситуация. Но я еще чуть-чуть посплю, и я буду просыпаться потом. Ты проснешься, когда услышишь, что тебе надо предстать при лицом Господнем. Но ситуацию ты поправить это не сможешь ничем. Поэтому Слово Божие говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Духа Святого исполняйтесь. Если ты услышишь голос Духа Святого, тогда ты не ожесточи свое сердце. И вот я сейчас хочу обратить внимание, как же нам выйти из этой ситуации? Что делать, если я вижу, что у меня вот такое состояние, ну дремаю я. Кстати, я хочу сказать, вы, наверное, знаете о том, что когда человек хочет спать, ну его тянет в сон, он с собой сделать ничего не может. Вот вы, наверное, испытывали ситуацию. Я испытывал ситуацию. Иногда проходишь, или приболел, или уснувший, или уставший. Сидишь на собрании, в сон тебе клонит. Братья и сестры, я помню себя в молодости. Я вставал и думал, ну стоя у меня получится. Мне казалось, что дом падает. То есть я падал. Ситуация такая. Вот я ничего не могу с собой сделать. И вот я так себе представляю такое духовное состояние у человека. Он видит свое состояние, что он засыпает, умирает, но он сделать ничего с собой не может. Ничего не может с собой сделать. Он бы и готов поправить свою ситуацию. А как ее поправить? И вот я сегодня наблюдаю, и немало сегодня вот таковых людей, которые понимают свой кризис, только не знают, как с него выйти. Как с него выйти? И они, знаете, иногда вид показывает, благочестие к прудьбе есть. Иногда так даже и на собрание приходят. Но в сердце пусто. И больше того, не только пусто, тянет другое. Другое. Тянет другое. Тянет этот мир. У нас есть люди, которые уже несколько раз готовятся к крещению. Говорят, ну все, каюсь, исповедуюсь, я начинаю новую жизнь. Но проходит неделя-две, он говорит, у меня ничего не получается. Меня опять туда затянуло. И так уже, смотришь, раз отложили, два, три, его опять туда затягивает, затягивает и затягивает. Ну что делать? И опять бы хотел сказать, братья и сестры, на это Бог не поставил какие-то особые условия. Самое простое. Вот человек, который думал, что у него все хорошо, а у него оказалось плохо. Вы помните, книга Откровения, третья глава. Христос говорит людям ладикийского периода, которые уснули. Он говорит, я стою у двери и стучу. И стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, к тому войду, и вечередь буду с ним. Это к верующим сказано или к неверующим, братья и сестры? Мы-то читаем это часто, призывное слово для неверующих людей. А это же сказано церкви, это сказано верующим людям. Евреям в третьей главе написано, когда ты услышишь голос его, так говорит Дух Святой, когда ты услышишь голос его, не ожесточите сердце своего, не ожесточите свое сердце. В чем проблема? Проблема в том, что мы слышим, что-то мы слышим. Написано, есть ли кто услышит голос мой. Человек что-то услышал и даже сделал себе оценку, да, поправлять надо ситуацию. Но следующий шаг, нужно встать и открыть двери, да? А встать и открыть двери не получается. Человек ожесточает свое сердце. Не сейчас, в другой раз. Мне вспоминается еще одна история. Апостол Павел в последней главе Деяния Апостола находится в Риме и рассказывает или проповедует, открывает Евангелие Царство Божие. Некоторые люди долго его слушали, а потом встали, повернулись и говорят, мы тебя об этом в другой раз послушаем. Знаете, он говорит, хорошо сказал о вас пророк Исаия. Глазами смотреть будете? И не увидите. Ушами слушать будете? И не услышите. А они виноваты или не виноваты, братья и сестры? Что у них такие уши, такие глаза? Они знают, что у них такие глаза и такие уши? Знают, братья и сестры, знают. Потому что в следующий момент написано, и не хотите обратиться ко мне, чтобы я исцелил вас. И я думаю, что в этом моменте самое важное, сказать, Господи, вот у меня вот такое состояние, я ничего не могу сделать с собой. Искренне обратиться к Господу, сказать, Господи, помоги мне, я засыпаю. У меня началась плоская жизнь, я сделать с собой ничего не могу. Помоги мне. И Господь говорит, вот если бы ты обратился ко мне, я бы тебя исцелил. Но ты же показываешь вид, что у тебя все нормально. Ты же показываешь вид, что у тебя хорошо, лучше других, и ты не хуже других, и пока что у других, другие тоже таковы. Вот почему у тебя состояние такое. А надо бы встревожиться. И они в последний момент подумают, я потом поправлю свое состояние. Но эти пять дел попытались поправить свое состояние, и у них ничего не получилось. И они потом воззвали. Господь сказал, не знаю вас, двери закрыты, уже поздно. Поэтому хорошо, если бы мы сегодня могли бы просмотреть свое состояние. А пусть этот стих, который мы поставили вот в основании, вы приняли Духа Святого, уверовавшего, будет сегодня вам вопросом, каждому из нас. И мы могли бы спокойно ответить, принял я его, или не принял. А может быть принял и уже потихонечку и пренебрег его. И может уже Господь говорил мне раз, и два, и три. И может быть о ком-то уже вынес такой приговор, как в бытие. В шестой главе сказано, не вечно Духу моему быть пренебрегаемыми человеками. И приговор принес. Все. Ограничиво время. Вот если мы находимся в таком состоянии, Дух Святой работает над нами. Он будет нас, братья и сестры. Он будет нас. Но если мы пренебрегаем постоянно, раз, два, три. У нас может такая ситуация быть, как у тех, и одел. И вышли встречать, и оделись хорошо. И вроде бы все нормально. И ничем не выделяется от других. Все спят, и я мирно, спокойно сплю, никого не трогаю. Вот тот, кто не спит, еще трогает другого. А я никого не трогаю. Мирно и спокойно. Но какое твое состояние? А если сегодня Господь придет, что будем делать тогда? Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились Богу. Помолились, поблагодарили Бога за Духа Святого. За то, что, знаете, вот через это мы можем узнавать, спасены мы или нет. У нас нормальная ситуация с Богом или ненормальная. Мы же каждый можем знать. Это наличие Духа Святого. Это залог нашего спасения. Но если я сегодня в смущении, если сегодня я не могу разобраться в себе, не думай, что завтра само по себе у тебя раз и прояснение произойдет. Остановись, расспроси, узнай свое состояние, помолись Богу, попасти с Нему, исповедуйся, открой свое сердце, поправ свою ситуацию, пока еще есть возможность. И Бог благословит. Братья и сестры, Бог же желает нашего спасения. Бог же хочет, чтобы мы имели, знаете, Он веренство, Он нас сделал своими детьми, Он хочет нас довести до вечности. И только наше противление, наше несогласие мешает нам войти в общение с Господом. Помолимся нашему Богу. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok